Арабские армии не в состоянии реализовать мечты Трампа в отношении Сирии. Шарисал.р, Иран, 23 апреля 2018 года. На днях внимания мировой общественности приковала к себе новость, опубликованная в газете Wall Street Journal со ссылкой на источник в американском правительстве, в отношении нового плана США по Сирии. Так, изданию стало известно, что правительство Дональда Трампа намерено сформировать арабскую армию для замены американского контингента в Сирии и дислоцировать ее в северо-восточной части страны после разгрома Тамы Гилл, террористическая организация, запрещенная на территории России. На днях новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел переговоры с главой разведки Египта Аббасом Мустафой Камилем, чтобы узнать о готовности Каиры участвовать в этом проекте. Для формирования арабской армии представители США решили обратиться к Саудовской Аравии, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам, чтобы с их помощью обеспечить бюджет в несколько миллиардов долларов и военную силу для гарантии безопасности Сирии после поражения ИГИЛ. Разумеется, Саудовская Аравия заявила о своей готовности реализовать данный проект. Между тем президент США Дональд Трамп действует не как опытный политик и дипломат, а больше напоминает собой торгаша, который пришел к власти, чтобы набить свои карманы, и каждый день презентует все новые проекты, стремясь надуть богатые нефтью арабские страны. Так, в ходе недавнего ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии Трамп заявил, что американские союзники в регионе должны потратить колоссальные суммы ради обеспечения стабильности на северо-востоке Сирии. В то же время многие эксперты убеждены, что данный проект, выдвинутый Соединенными Штатами, крайне наивен и свидетельствует о сконфуженности американского правительства в сирийском вопросе. Сам же проект, по их мнению, непременно вызовет сопротивление со стороны России, Ирана и Турции и еще больше осложнит ситуацию в Сирии. Американцы уже не в первый раз говорят о создании некой арабской коалиции в регионе. Так, около года тому назад уже появлялись сообщения о попытках США вместе с их союзниками создать из арабских стран военную коалицию для борьбы с влиянием Ирана. Однако отсутствие у США определенной стратегии и разногласия между региональными игроками по поводу дальнейшей судьбы Сирии привели к тому, что реализовать этот проект в весьма сложной и запутанной сирийской ситуации так и не удалось. Если данная коалиция ограничится всего лишь несколькими странами, то, скорее всего, речь идет о создании такой же арабской коалиции в Емине, которая до сих пор не смогла добиться поставленных перед собой целей. В любом случае, отправка этих подразделений в Сирию будет считаться нарушением суверенитета независимой страны, особенно принимая во внимание то, что данная мера, скорее всего, будет осуществлена без санкций Совета Безопасности ООН. Катар, в свою очередь, оказался в изоляции со стороны арабских стран и переживает кризис, сказавшийся на весь регион Персидского залива, поэтому в целях предотвращения любого акта агрессии этих стран в свой адрес катарские военные вынуждены активно оборонять границы собственного государства. По всей видимости, кризис в отношениях Катара с другими арабскими странами Персидского залива не получится решить так скоро и на его урегулирование уйдет немало времени. Иорданские военные также не намерены покидать северные границы своей страны, потому что в таком случае приграничные районы с Сирией останутся без прикрытия. Кроме того, стоит учитывать, что за рубежом эти военные смогут участвовать лишь в ограниченном количестве операций. К числу таких проведенных операций можно отнести вод катарского контингента в Бахрейн для защиты правительственных учреждений в 2011 году и в Мали в составе французского, алжирского и эмиратского подразделения в 2016 году. Египетские военные тоже в настоящий момент участвуют в широкомасштабной операции против террористических группировок на Синайском полуострове и не имеют возможности передислоцироваться в другой район боевых действий. Новый проект США обратил на себя внимание основателя печально известной частной военной компании «Блач Куэтер». 16 апреля он заявил, что с ним связались представители арабских государств по поводу консолидации сил для их отправки в Сирию, однако он ожидает получения более подробной информации по поводу этого проекта. Сотрудники этой компании являются выходцами из разных стран – США, Чили, Филиппины и ведут свою работу в разных уголках мира. Однако стоит напомнить, что «Блач Куэтер» причастна к жестоким преступлениям по отношению к гражданским лицам, особенно в ходе событий в Ираке в 2005-2007 годах. Самым диссаненсным преступлением был расстрел на площади Ян-Насур в Багдаде в 2007 году, когда сотрудники этой компании открыли огонь в собравшихся граждан. Любопытно, что официальные представители Саудовской Аравии и ОАЭ уже подписали ряд контрактов с «Блач Куэтер», так что сотрудники этой компании вместе с эмиратскими военными приняли участие в нападении на Йемен. Власти Саудовской Аравии, в свою очередь, воспользовались услугами этой компании для ареста принцев, составлявших оппозицию наследному принцу страны Мухаммеду ибн Салману. В связи с этим высока вероятность того, что «Блач Куэтер» отправит свои подразделения в Сирию от лица этих двух арабских стран. В целом, можно констатировать, что на фоне многочисленных сообщений о существовании нового плана США по Сирии, арабские государства даже при всем их желании не смогут отправить туда свои войска. В 2012 году арабы уже выступали с предложением отправить в Сирию войска, состоящие в основном из египетских военных, и упомянутые государства одобрили эту инициативу, однако тогда дестабилизированная ситуация в самом Египте и отсутствие решительных мер в данном направлении помешали ее реализации.